Мост через пролив Босфор-Восточный стал финалистом в конкурсе по выбору символов для новых банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей. Но пока это вовсе не означает, что изображение моста окажется на купюрах. Для этого необходимы голоса как минимум 20 тысяч жителей Дальнего Востока. Голоса принимают на сайте твояроссия.рф. Это уже третий заключительный этап конкурса. По данным на 7 сентября, космодром Восточный и символ Владивостока находятся на четвертом месте из десяти. Регион поддержали порядка 18 тысяч дальневосточников. За символы Волгограда голосу в два раза больше. И он пока лидирует. На втором месте Иркутск. Его символы – озеро Байкал и Зверь Бабар. На третьем – памятник затопленным кораблям и Херсонес-Таврический города Севастополя. Но статистика меняется каждый день. У россиян есть еще два месяца на то, чтобы выбрать изображение новых денежных знаков. Победителей будет двое. Об этом станет известно 7 октября в эфире телеканала «Россия-1». Как будут выглядеть двухсоткой две тысячи рублей, решит вся страна. Раньше это была как бы закрытая процедура. Сейчас это все полностью открыто. То есть все вот эти данные, они вот как бы в режиме реального времени есть на сайте. И можно буквально отслеживать, как ваши знакомые, друзья голосуют за тот или иной символ. Василий Авченко уже проголосовал. Причем для него Владивосток на купюрах – это не будущее. В 95-м году он расплачивался такими деньгами. Тогда на тысячерублевке были изображен порт и растральная колонна. Но в 98-м произошла деноминация. Убрали нули, и купюра с Владивостоком превратилась в монету. Но у города есть шанс восстановить историческую несправедливость. Я надеюсь, что победит Владивосток не только потому, что это наш город, а еще и потому, конечно, что у нас есть неофициальный гимн города. Песня «Мумитроллил Владивосток-2000». Если она таким образом будет воплощена в виде купюры, это будет сильный прецедент. Проголосовать за символы Дальнего Востока можно тремя способами. На сайте твоя-россия.рф, на день открытых дверей Банка России 1 октября, в том числе заполнить анкеты в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8-м. Субтитры создавал DimaTorzok